Украинский тупик. Что не поделили Зеленский и Залужный? И кто сорвал мирные переговоры весной 2022-го? В Украине продолжает набирать обороты конфликт между политическим и военным руководством страны. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил главнокомандующему армии Валерию Залужному об иерархии, а депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала главкому ВСУ уйти в отставку. Тем временем лидер «Слуги народа» Давид Арахамия фактически признал, что за срывом мирных переговоров с Россией в 2022 году стояли западные страны. Что известно о деле Залужного, как главком ВСУ стал конкурентом Зеленского и что рассказал Арахамия о срыве мирных переговоров весной прошлого года, рассказываем подробно в обзоре Белта. Дело Залужного. Что не поделили Зеленский и главком ВСУ? О конфликте между политическим и военным руководством в Украине говорили уже давно. В Киеве наличие разногласий до недавних пор категорически отрицали. Однако информация о расхождении взглядов президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего армии Валерия Залужного, то и дело появлялось в украинских и западных СМИ. В сентябре украинская служба BBC со ссылкой на источники сообщила, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела в связи с быстрым наступлением российской армии на юг Украины. По данным BBC, с Залужным уже беседовали следователи. Правда, процессуального статуса по делу главком ВСУ пока не имеет. В политических кругах, отмечает BBC, это расследование уже называют делом Залужного. В настоящее время допросы продолжаются. Среди допрашиваемых числятся генералы, представители военного командования и гражданских властей. Пока по делу никому не предъявили обвинений, но это может произойти уже в ближайшее время. Вместе с тем, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований отказались отвечать на запрос BBC касательно участия Залужного в следственных действиях. В конце октября в американском издании «Тайм» вышла статья, посвященная событиям в Украине. Автор Саймон Шустер на основе комментариев анонимных источников в украинской власти писал о том, что у Зеленского есть серьезные разногласия со своим окружением и военным командованием. Президент продолжает настаивать на войне до победного конца. Однако у командования ВСУ другая позиция. Генералы предлагают уйти в оборону. Некоторые командиры на передовой начали отказываться от выполнения приказов наступать, даже если они исходили непосредственно из администрации президента. «Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону, но таким образом мы не сможем выиграть войну», рассказал Шустеру один из советников Зеленского, чье имя не называется. Репортер «Тайм» также побеседовал с военными ВСУ высокого ранга. Один из них рассказал журналисту, что в начале октября политическое руководство в Киеве потребовало от военных проведение операции по возвращению города Горловка. Ответ пришел в виде вопроса – чем? В некоторых подразделениях ВСУ нехватка кадров стала даже более острой, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского сказал журналисту, что даже если США и их союзники предоставят все обещанное имя оружия, у ВСУ не будет людей, чтобы его использовать. Практически одновременно со статьей «Тайм» вышло интервью заложного в британском журнале «The Economist». В нем главком ВСУ заявил, что ситуация зашла в тупик и красивого прорыва, скорее всего, не будет. Чтобы победить в этой войне, Украине нужен крупный технологический прорыв. Однако надеяться на это не приходится. По сути, заложный подтвердил, что взгляды украинских военных на ситуацию на фронте кардинально отличаются от того, как видят происходящее в Киеве. Речь прежде всего о Зеленском. Ведь если верить Шустеру, то в окружении президента далеко не все разделяют веру Зеленского в победу на поле боя. Однако разногласия между Зеленским и Залужным могут иметь и политический характер. На это обращает внимание украинское издание «Страна». Слухи о разногласиях между Залужным и Зеленским в последнее время активизировались, ровно как и разговоры о якобы намерениях главкома ВСУ участвовать в выборах президента. При этом сам Залужный свои политические амбиции не подтверждает. А украинские власти опровергают вообще факт разногласий между военным и политическим руководством страны, отмечает издание. Страна также обращает внимание, что проводимые в течение последнего месяца закрытые опросы показывают неплохие шансы на победу главкома ВСУ, если он примет решение идти на выборы. Согласно опросам, Зеленский может набрать в первом туре 30-40%, а Залужный – 20-30%. При этом нужно отметить, что Залужный никогда не объявлял официально о своем намерении участвовать в выборах. Как показывает практика, такое объявление может резко увеличить поддержку кандидата. Еще хуже ситуация для власти по парламентским выборам. Здесь условная партия Залужного набирает 20-25%, а «Слуга народа» – всего 10-12%. Слон, которого не видно. Почему Залужного призвали уйти в отставку? Тем временем в Украине разгорелся скандал в связи с заявлением депутата от украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой. Депутат призвала Залужного уйти в отставку, поскольку у него нет плана боевых действий на 2024 год. Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц. «Сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей, без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти», – написала Безуглая на своей странице в Facebook. После публикации скандального поста с призывом к отставке главкома ВСУ, Безуглая продолжила критиковать Залужного, сообщает страна. Где был план обороны Зеленского в 2022 году? Уважаемые, что план 2022, что 2023, что 2024 – это готовят военные. Они указывают на риски и строят оборону и наступление. Так как в 2021 году Милле, глава комитета начальников штабов ВС США, просил обратить внимание, например, на минирование границ. Но главком настолько спорил, что некоторое время отказывался общаться с американскими партнерами, пишет Безуглая. Она утверждает, что в 2022 году на парламентском комитете Залужный говорил, что дроны не нужны, поэтому их закупили в минимальном количестве. Минобороны при этом делала все, как сказали военные, а Зеленский имел к ним безграничную веру. Дальше Безуглая переходит к критике не только Залужного, но и всего генералитета в целом, который она называет кастой, которая не пускает новых людей, а за время войны получила огромное состояние и власть. «Это тот слон, которого мы не видим, в том числе из-за страха, что наша зона комфорта столкнется с суровой реальностью, что богов нет, мы должны менять армию, чтобы победить», – заявила депутат. Она также опубликовала мем, где Залужный собирается выдать Зеленскому вместо плана обороны военную настольную игру из магазина. Обвинения Безуглой в адрес главкома украинской армии вызвали широкий резонанс. Так, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обвинил депутата в дискредитации главнокомандующего. Известный украинский активист, основатель организации State Watch Александр Леменев на фоне заявления Безуглой пригрозил Зеленскому военным переворотом. «Что можно сказать о таком стиле коммуникации? Мне не хватает слов, чтобы описать. Они доиграются. Мы потеряем еще территории. Но не все, далеко не все. А в Киеве действительно сменится власть. Но не на российскую, а на военную. Однако я категорически против подобного стиля дискуссии. Некоторые забывают, кто держит фронт. Не нардепы, а вооруженные силы Украины», – написал Леменов в Facebook. «Примечательно, что команда Зеленского попыталась дистанцироваться от Безуглой. Пребывание Марьяны Безуглой в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны может угрожать национальной безопасности Украины», – заявил представитель президента Украины в Раде Федор Венеславский. «При всем уважении есть иерархия», – заявил Зеленский. Однако факт того, что между Зеленским и Залужным назрел конфликт, косвенно подтвердил уже и сам президент Украины. На минувшей неделе вышло интервью Зеленского изданию «Засан». Президент Украины Зеленский предупредил генералов, что участие в политике ставит под угрозу национальное единство. Предупреждение последовало за ссорой с главнокомандующим генералом Валерием Залужным, который заявил, что война с Россией зашла в тупик и что прорыв маловероятен, – отмечает «The Sun». Издание также обращает внимание, что Залужный, по слухам, станет потенциальным соперником Зеленского, если решит пойти в политику. В беседе с журналистами Зеленский заявил, что различные политические силы толкают военных в политику. Однако это не способствует единству страны. Если военный решил заниматься политикой, это его право, но тогда он должен заниматься политикой, а не войной. Если вы занимаетесь войной, думая о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то и в своих заявлениях и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный. И я считаю это огромной ошибкой, – сказал Зеленский. При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть понимание иерархии, – добавил президент Украины. При этом Зеленский опроверг слова Залужного о тупике на фронте. В моральном состоянии нет патовой ситуации, тупиковой ситуации нет, – сказал украинский президент. Как отмечает страна, заявление Зеленского с призывом к Залужному соблюдать иерархию и не заниматься политикой – первое публичное подтверждение конфликта с главкомом со стороны президента. У этого конфликта две составляющие. Во-первых, можно говорить о несовпадении оценок президента и главкома по ситуации на фронте и по дальнейшей стратегии конфликта. Во-вторых, популярность Залужного в Украине и его сильные позиции среди западных союзников автоматически делают его главной альтернативой Зеленскому в глазах тех сил внутри страны и за ее пределами, которые считают необходимым смену власти в Киеве. Между тем, источник страны в военных кругах, знакомый с Залужным, утверждает, что у главкома ВСУ в реальности никаких политических амбиций нет. Его политическая карьера в Украине в принципе не интересует. Он видит себя на более глобальном уровне. В мире таких специалистов по современной войне, как он, практически нет. А потому он может рассчитывать на большую карьеру в НАТО и других западных структурах. И, как мне кажется, именно в этом направлении у него и есть амбиции. А погружаться в украинское политическое болото с его грязью и дрязгами Залужному абсолютно не хочется. Поэтому слухи о политических амбициях главкома – это элемент политической игры отдельных сил. Либо попытка столкнуть лбами Залужного Зеленским, говорит источник. Джонсон сказал «Давайте воевать». Что рассказал Арахамия о срыве мирных переговоров? На минувшей неделе прозвучало довольно неожиданное заявление из уст лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Напомним, что Арахамия возглавлял украинскую делегацию на мирных переговорах с Россией весной 2022 года. В интервью украинскому телеканалу «1 плюс 1» Арахамия рассказал, кто поспособствовал срыву переговоров, а также отметил, что конфликт мог завершиться еще весной прошлого года, если бы Украина согласилась на нейтральный статус. По словам Арахамии, целью России было добиться от Украины взять нейтралитет. Это было главное для них. Они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то, и дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это был ключевой пункт, заявил Арахамия. Однако в то время в Украину приехал Борис Джонсон, который занимал должность премьер-министра Великобритании. Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И давайте будем просто воевать, рассказал Арахамия. Он также отметил, что для принятия нейтрального статуса Украине пришлось бы поменять конституцию. Кроме этого, Киев не доверял Москве. При этом лидер фракции «Слуга народа» уверен, что как только Украина предложит сесть за стол переговоров, Россия сразу же согласится, потому что они четко понимают, как только появится новость о том, что Украина села за стол переговоров, все поставки, которые и так задерживаются, будут задерживаться еще сильнее, говорит Арахамия. В то же время, по его словам, в Украине останавливать боевые действия не планируют. При этом Арахамия подчеркнул, что продолжать конфликт хотят и политики, и военные. Он считает, что сейчас у Украины очень плохая переговорная позиция, чтобы начинать мирный процесс. Стоит отметить, что в прошлом году в Киеве использовали эту же причину, аргументируя отказ от переговоров. О том, когда переговорная позиция может стать менее плохой, Арахамия умолчал. При этом лидер фракции «Слуга народа» считает, что украинское общество может не согласиться с решением сесть за стол переговоров. Поэтому в стране нужно будет провести референдум. «Когда народ скажет, что надо так, я сделаю это не глядя. Просто свое мнение подальше засуну и буду делать так, как скажет народ. А если будут решать депутаты, я не чувствую в себе сил решать и тем более кого-то агитировать. Потому что это вопрос индивидуальный каждого гражданина. Я не понимаю, как это можно будет сделать, честно говоря», – сказал Арахамия. Стоит отметить, что украинцы активно высказывали свое мнение в комментариях к интервью Арахамии на YouTube-канале «1плюс1». «Страшно смотреть, кто страной управляет. У этого человека отсутствует чувство ответственности. Он играет жизнью людей», – пишет один из комментаторов. Ему судьба дала шанс решить судьбу страны, но из этого всего он вспоминает, как украинская сторона чудила на переговорах. «Дно», – пишет еще один пользователь. «Борис приказал, Украина выполнила. Вот это не рабы?» – удивляется комментатор. «Мне кажется, лучше выходить на переговоры хоть с какой-то позиции, чем ждать ее улучшения. За два года ничего толком не улучшили, а сотня тысяч могил появилось», – констатирует слушатель. «Проголосовать себе за повышение зарплаты депутаты быстро могут, а изменить Конституцию ради мира и сохранения жизней было не ко времени. Ну, верно, не их дети пойдут воевать», – отмечает комментатор. Заявление о Рахамии также анализирует страна. Издание отмечает, что заключение мирного договора с Россией позволило бы Украине заполучить почти все свои территории, кроме Крыма, фактически без боя. Остались бы живы многие тысячи мирных жителей и военных, погибших после апреля 2022 года. Украина, не потеряв ни одного солдата, вернула бы регионы, которые ВСУ в этом году с большими потерями и без особого успеха пытались освободить в ходе контрнаступления. А что касается НАТО, то никаких гарантий вступления в Альянс у Украины нет до сих пор. Почему же украинские власти отказались от столь выгодного договора весной 2022 года, задается вопросом издания. Арахамия приводит два аргумента. Во-первых, нужно было изменить Конституцию. Во-вторых, не было доверия к россиянам, что они выполнят договоренности. Оба аргумента, мягко говоря, неоднозначные. Да, Конституцию запрещено менять во время военного положения. Но при желании здесь можно было найти выход. В конце концов, это техническая проблема при наличии политической воли. И раз украинские власти вообще вели об этом переговоры, то какие-то варианты видели. А что касается доверия, то это еще более странный тезис, так как по договору не Украина должна была отводить войска, а Россия. Причем в обмен лишь на решение о нейтральном статусе, которое затем можно было бы переиграть в любой момент. Поэтому в данном случае вопрос доверия и кинет-не кинет стоял в первую очередь перед Москвой, а не перед Киевом, считает страна. В Украине бытует мнение, что Зеленский отказался от мира в 2022 году, поскольку посчитал, что Россия к большой войне не готова, а потому Украина при помощи Запада может полностью разбить российскую армию и продиктовать Москве свои условия мира, которые предусматривали бы вывод российских войск на границе 1991 года, выплату репараций и прочее. То есть, образно говоря, Зеленский выбрал вместо синицы в руках журавля в небе. В то же время всем тем, кто помнит ситуацию начала апреля 2022 года, трудно поверить, что украинские власти могли испытывать тогда столь большой оптимизм. Российская армия, отведя войска с севера Украины, развернула наступление на востоке, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Продолжалось продвижение российских войск в полностью окруженном Мариуполе. В украинской армии нарастал снарядный голод. О поставках западных танков и дальнобойных ракет тогда вообще никто не говорил. К тому же в то время уже стало понятно, что экономика России не рухнула под санкциями и основной удар выдержала. Должны были быть некие обстоятельства непреодолимой силы, которые побудили Киев отвергнуть столь выгодные условия прекращения войны уже весной 2022 года, продолжает страна. О том, что это за обстоятельства, становится понятно все из того же интервью Арахамии. Он заявил, что в Киев приехал тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и сказал, что мы вообще ничего с ними подписывать не будем, давайте просто воевать. Возникает вопрос, что именно имел в виду Джонсон? Ответ здесь может быть один. Западные страны отказались давать совместные с Россией гарантии безопасности Украины, которые должны были прилагаться к мирному договору и к соглашению о нейтральном статусе. Напомним, гарантии безопасности по тогдашнему плану должны были дать Россия, ведущие западные страны и ряд других крупнейших мировых держав. Но если страны НАТО отказались давать гарантии и их бы дала только Россия и, возможно, Китай и Турция, то это фактически означало бы полный разрыв отношений Украины с западным миром, на что Зеленский, естественно, пойти не мог. Другими словами, именно позиция западных союзников «давайте просто воевать» и оказала определяющее влияние на решение украинских властей отказаться от договоренностей с Россией весной 2022 года. Что касается позиции Киева, то ее в очередной раз изложил в том же интервью Арахамия, заявив, что переговоры на данный момент невыгодны, так как у нас переговорная позиция очень плохая. Но на кого работает время? Если в 2022 году была возможность закончить войну, освободив без боя почти всю территорию страны в обмен на нейтральный статус, то теперь таких вариантов уже нет. И альтернатива совсем другая – долгая война со всеми ее жертвами и рисками, либо мир, перемирие по линии фронта с фактическим закреплением российского контроля над захваченными территориями. Причем не исключено, к этому будут идти еще и дополнительные требования в виде все того же нейтрального статуса, например. Главный вопрос – какие будут условия и переговорные позиции в дальнейшем, и есть ли у украинских властей четкое понимание, что они не окажутся еще хуже, чем сейчас, резюмирует страна.